Наведались без стука. Столичные чиновники и представители народного контроля проверили работу чебоксарских кафе. В рейд они отправились за полночь. Причем предприниматели об этом заранее не предупреждали. В поле зрения представителей власти попали адреса, где по жалобам жители чаще всего нарушают законодательство. Этот рейд инициировали после недавней встречи главы администрации Чебоксара с горожанами. По злачным местам отправились и мои коллеги. Уже у парадного входа в это кафе перед народными контролерами открывается неприятная картина. На полу горы мусора и окурки, стены исписаны фразами, которые в эфире произносить не принято. Местные жители давно жалуются на работу этой точки. Частые драки, громкая музыка и невыносимая вонь в коридоре – все это люди терпят уже не первый год. Постоянные клиенты не стесняются ни проверяющих, ни журналистов. Даже во время съемки они продолжают распивать алкоголь. И вот мы сейчас видим, как здесь начинаются какие-то разборки. Здесь много молодежи, которая, в общем-то, именно ночью употребляет алкоголь. Мы спросили продавщиц, которые, в общем-то, торгуют. Они говорят, в два-три ночи приходят. Нормальные люди, естественно, возмущаются. А для алкоголиков это просто удобно. Вышел из подъезда, зашел в ночное заведение, где можешь выпить. Руководители кафе решают наказать строго. Депутаты будут требовать приостановить его работу. Но в Новоюжном районе столицы действует множество подобных точек. Яркие вывески далеко не всегда говорят о том, что внутри клиентов обслужат по высшему разряду. Во время рейда вопросы у проверяющих возникли. И качеству блюд. Нарушение санитарных правил. Сохранение всех выпечки, они на сегодняшний день, правила здесь не соблюдаются. Это значит, мы в обязательном порядке доведем эту информацию до распотребнадзора. Они уже по своей линии проверят и меры примут. Правила зачастую нарушают и бармены. Реализовывать алкоголь в закрытых бутылках запрещено. Распивать его посетители могут только в кафе. Но такой культуры придерживаются далеко не все. В итоге от этого страдают жильцы домов, где располагаются питейные места. Если же у нас магазины продовольственные выполняют закон, после 11 они строго не продают даже пиво. Значит, любой человек может прийти в кафе купить и все, что хочешь делать ночью, так не положено. Поэтому сейчас к ним нанесли изменения, что надо все алкогольные изделия потреблять на месте. То есть открывают пиво, человек садится, пьет и уходит. А зачастую бывает совсем наоборот. Люди набирают здесь как в магазине, уносят, либо на улице распивают, либо где-то в подъездах. Руководителей кафе в администрации города призывают думать не только о заработке, но и о последствиях такого бизнеса. Столичные власти даже готовы предложить Министерству экономического развития составить черный список злачных мест и лишить их права продавать алкоголь. Должны быть закуски, должен быть хороший алкоголь во всяком случае. И если нет такого порядка здесь, это не бизнес, это просто спаивание наших людей. Есть для наших бизнесменов выбор. Или они перепрофилируются, значит, вот эти пятийные заведения организовывают, например, парикмахерские, кафе. Могут они магазины для реализации игрушек, например. Я думаю, что то, что закрытие таких пятийных заведений для них это не будет помехой. Тем, кто нарушает покой горожан, столичной администрации спокойной жизни не обещают. Народный контроль продолжит проверять работу кафе, на которую поступают частые жалобы. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.